Всем привет из Калифорнии, всем моим друзьям, подписчикам всем. Сегодня на старую память хочу рассказать о зиплайн. Кто не знает, я сейчас расскажу, что это такое, кто знает, вспомнит свои ощущения. Это относится к разряду искусственного адреналина. Ну, есть люди, которые любят адреналин, а есть люди, которые его терпеть не могут. Я адреналин люблю, но не весь. Я люблю такой адреналин, водные горки, горные лыжи, парки аттракционов люблю. Ну, вот с Иксфлаг, мы ходили тут с Риком, я правда была один раз, вот может быть еще в ближайшее время пойдем. Вот это я люблю, но я не люблю такой адреналин, это где гонки на машинах, я вообще не люблю быстро ездить, потому что я не могу отслеживать вокруг себя все вот это движение и что надо делать, если я еду на большой скорости, там, не знаю, 120, допустим, 140 километров, для меня это большая, я себя уже начинаю чувствовать некомфортно, потому что я не могу уже отслеживать ситуацию. Если я еду со средней скоростью, все, я везде посмотрю, везде успею, отслежу, где машина приближается, где она отъезжает. Вот, и первый такой адреналин в своей жизни, я испытала это на водных горках, это были Арабские Эмираты, и там есть такой аквапарк у отеля, не помню, как уже называется этот парк развлечений, но там была горка, она называется Камикадзе. Это садишься, ложишься, вот она вот такая узкая, и она вот так, вот так, вот так, и вообще там непонятно как, и когда ты ложишься в нее, то ты понимаешь, что ты можешь просто за борт и просто вылететь. Ну, там вот такие бортики, вот такие, и там все, естественно, просчитано, что тебя где-то прижимает, где-то там поднимает, и ты летишь, и ты ничего не соображаешь, что с тобой творится, и здесь только ты рассчитываешь на то, что это сделано человеческими руками, и умные люди это все просчитали, и с тобой ничего не случится, никуда ты не вылетишь и приземлишься где надо. Просто ты будешь в таком состоянии, ты вообще не поймешь, что с тобой происходит. Вот такой адреналин я люблю, это адреналин, который тебе создают искусственно. Ты знаешь, что ничего с тобой не случится, но ты так испугаешься, потому что ты все равно где-то в душе думаешь, что, господи, а вдруг там просчитали неправильно, а вдруг оборвется там какая-нибудь нитка, или вдруг там вот на секс-флагах, когда ходишь эти, ну, прижимают вот сюда такие вакуумные, думаешь, вдруг они ослабнут. И вот такое, конечно, тебя все равно где-то пугает. Вот, и я очень боюсь высоты, я не люблю ее, и я когда на балконах, я вообще всегда жива на не выше четвертого, третьего этажа. И вот даже когда я прихожу, допустим, в гости куда-то, встаю на балкон и смотрю вниз, у меня вот такое неприятное, ноги как мякнут, ну, вот неприятные такие ощущения, поэтому я высоты боюсь, и вот мы поехали на зиплайн, и я страшно хотела получить адреналина. Когда мы туда пришли, мне показалось, что это не так медленно-то ездят на этой зиплайн. Думаю, мне этого не хватит, мне ведь надо гораздо быстрее, чтобы это все было. Ну, и все, и когда вот мы пришли, там был, конечно же, инструктаж, там ни камеры, ничего нельзя вообще с собой брать, естественно, потому что это все у вас вылетит, неизвестно в каком направлении. Вот, и когда мы пришли, нас там переодели, мы все сдали это. Ну, я тут помещу фотографии, как мы это были одеты. И, конечно же, был инструктаж на английском языке. И здесь очень много, естественно, всяких вот таких аттракционов, даже если пойдешь в Six Flags, то там тоже, вот, допустим, с дельфинами, там тоже есть аттракцион, тоже там на прутьях тебя поднимают, бросают, тоже такой страшный. Перед всем этим нужно вам проходить инструктаж. Но если вы не знаете языка, для вас это довольно-таки сложно. Ну, вот я сидела, слушала этого инструктора, он там все показывал, рассказывал. Я, наверное, процентов, может быть, 20 не поняла. Ну, там, в принципе, не очень сложно это все. Потому что, ну, как бы он еще показывал, к тому же. Но, естественно, от того, что ты, допустим, не знаешь языка там так полноценно, то тебе кажется, что ты что-то, может быть, не то понял, что-то недослушал, тем более, что он при каждом там, допустим, говорит, вот это вот так надо сделать. Руку нужно вот за головой там держать. Если вы будете ее неправильно держать, вам ее сломает. Если вы будете спускаться, ногу неправильно сделаете, вы ногу сломаете, у вас плечо вылетит там. И вот такие, когда он вещи горит, и ты сидишь, думаешь, господи, хоть бы все правильно послушать. Вот, когда мы пошли на эти зиплайны, конечно, такие ощущения, ну, вот сейчас они уже притупились, но все равно очень неприятные, в том плане, что ты, когда по первой зиплайн летишь, это вот как я с Камикадзе съехала, я не знала, что это такое вообще, в принципе. Так же, как эти Six Flags, так же, как эта зиплайн, когда ты первый раз едешь, ты не знаешь, что тебя ждет. Вот с Камикадзе я второй раз не смогла съехать, потому что я узнала эти уже ощущения, и я их почему-то больше не захотела повторить. Мне было страшно. Я представила, как я вылечу за бортом, и все такое. Потом в Six Flags я пойду. Я тоже, когда села первый раз на аттракцион, и он нас прокатил, я приехала как тряпка. Вот это такое было, конечно, состояние. Вот за счет вот такого искусственного адреналина ты погружаешься в такие состояния за несколько там минут, 2-4 минуты, что ты даже, ну вот из тебя выходит вся энергия, вся сила, ты не понимаешь, что с тобой вообще было, и как ты вообще остался жив. И вот когда я первый раз попробовала в Six Flags, вот мы приехали, и почему-то, когда мне сильно страшно, я не могу ничего сделать, мне почему-то хочется плакать. Я вообще плакать не умею. Ну вот на таких, разучилась вернее я, но вот на таких вещах почему-то у меня как-то слезы даже готовы начать литься, потому что, видимо, это какие-то эмоции такие непонятные. И вот я, когда приехала в Six Flags этих аттракционов, с первого, когда он нас там мотал, крутил, я вот сидела на этих вот вакуумных-то держалках, и вот я сидела вот так вот, как тряпка, вот так вот, и почему-то мне хотелось плакать. Вот так. Это, конечно, у меня прошло, но это было очень незабываемо. И потом вот сейчас на Zip Line тоже, там меня, естественно, пристегнули, вообще у меня такой страх был, что, господи, ни одни веревки, ни одни карабины, ни одни металлические зацепки не выдержат мой вес. Все оборвется, и я улечу в бездну там на деревья, на эти. И вот эта вот как бы неуверенность в собственном весе, она и тут проявляется. И когда там две эти Zip Line идут в страху, и в два раза тебя прицепляют, тут, ну, короче говоря, вот такие резиновые перчатки, ты должна руку сзади держать. Ну, короче говоря, меня столкнули, и я вообще как бы человек такой, который умеет сдерживать, в принципе, эмоции, я считаю. Я этому научилась. Но здесь я так орала, я так орала, потому что они меня пустили по этой Zip Line, и ты набираешь скорость, и ты вот, когда первый раз ешь, ты не понимаешь, что ли тебе тормозить рукой, но ведь он сказал, что рука-то у тебя вылетит, то ли тебе ее просто держать, но если ты ее просто держишь, то ты видишь, что ты летишь на дерево, и тебя сейчас по этому дереву просто размажет. Но, естественно, это искусственный адреналин, и инструктора, естественно, тебя страхуют. И перед тем, как подъезжать к этому дереву, они вытаскивают такой фиксатор, и он затормаживает эту скорость, и ты как бы приезжаешь на эти площадки уже без такой бешеной скорости, от которой тебе вообще становится страшно. Что же с тобой будет? И так интересно, тоже фотографии помещу, оказывается, от строения фигуры, я не знаю там от чего, зависит то, как ты вообще летишь по этим Zip Line. Вот я, допустим, летела как мешок. Ну, мешок я не знаю с чем. Мне казалось, я летела вообще как мешок с мукой. Я не могла свое тело вообще никак собрать, вот как вот повесилась я на этих всех лямках, так я и висела вот. Допустим, сын у нас, Джон, он вообще ехал по этим Zip Line, как раскидистое дерево, почему-то он тоже вот туда-сюда у него ноги, как-то тоже их не координировал. И самое главное, что я когда ехала, то руку надо вообще сзади вот так держать, вот она тут резиновые такие специальные перчатки, и меня почему-то в процессе постоянно разворачивало задом наперед. И получается, я ехала спиной, а рука-то у меня сзади была, а когда я меня разворачивала, она у меня оказывалась как-то впереди. Ну, в общем, что-то неправильно получалось, и меня это пугало, что, господи, как бы на такой скорости у меня сейчас руки не вырвало. А Рик у нас вот тоже, а он у нас как копье прямо летал. Вот тоже так интересно, он как-то вот так вот ноги вытянет, и я смотрю, и он вот летит прямо, его никуда не разворачивает, никуда они у него не раскидываются, как у Джона. Допустим, люди более тучные, они как бы по-другому тоже прилетают там. Вот, и видимо, ну, не знаю, от чего это зависит, как координировать движение, хотя я старалась, у меня ничего не получилось. И вот в таких случаях, когда ты первый раз на эту зиплайн-то, ну, вот я спустилась, то уже на второй зиплайн у тебя начинает появляться эта паника. Паника вот во всех таких делах, это очень плохо. Это вот когда я тоже прокатилась на секс-вак, на этих бешеных аттракционах, то второй раз, когда я села там, или третий, и вдруг я начала думать, о, этими вакуумными тебя прижимает, вот так вот. Тоже я тебе хочу сказать, вот если, допустим, очень тучные люди, то они садятся вот в эти кресла, и их вот эта прижималка, ну, она не дает прижать человека, и их как бы, ну, просят уйти, потому что, ну, до какого-то определенного веса рассчитано это все. Ну, сиденья вот эти. Вот. И вдруг я села, пока там всех пристегивает, ходит, и вдруг у меня началась паника, я начала думать, боже мой, а вдруг это вакуумное, сейчас не сработает там, что-то болтик-винтик отвинтится, и нас начнет мотать, и меня выкинет вообще там за пределы этого парка, аттракционов, и когда вот на тебя начинает такая паника нападать, то нужно взять себя всегда в руки, потому что ты уже ничего сделать не можешь, ты сейчас уже поедешь, отдайся в руки конструкторам, этим аттракционам, раз уж ты решил, так скажем, ехать, и вот на лыжах это точно так же, когда ты летишь с гор, и вдруг ты там видишь какую-то кочку, и ты можешь упасть не от того, что ты на эту кочку даже налетел, а от того, что у тебя началась паника, и координация движений меняется, тебе нужно сохранять просто ту позицию, на которой ты в принципе там ехал, а уже не раскидывать руки, ноги, там обезжать, это, не знаю, подпрыгивать через эту кочку, делать несвойственные вещи, и все, и вот от паники очень много вот таких вот, наверное, ну несчастных случаев, вот про то, как тонут люди, тоже я говорила, когда начинается вот эта паника, человек ничего не соображает, и начинает хаотичные движения делать, и все, и это результат вот такой вот, плачевный может быть, поэтому нужно всегда себя контролировать, вот на таких мероприятиях, ну все, сел, сел, все, что будет, то будет, нечего там вот эту вот трясти, вот так вот, ой, вдруг она оторвется, вдруг не оторвется, там найти как-то это себя еще там, из нее выскальзывать, ну короче говоря, в общем, не паникуйте, не паникуйте, паника, она никогда ни к чему хорошему не приводит нигде, было 9 зиплайн, и, и одна, как-то ее называют, такая скоростная, там, ну мы на нее не успели, это, как, господи, забыла, как его летает-то, он Супермен, что ли она называется, но там с такой скоростью тебя, как бы, за живот, там все цепляет, и ты вперед лицом, получается, летишь, тоже там в неизвестном направлении, сколько-то километров, огромное количество, и там такая скорость, и там вообще, только рассчитывать на инструкторов, что они тебе это все, перекроют эту скорость, и поймают на том конце провода, там инструкторам вообще зевать нельзя, а тут ты там, тебя размажут вообще, как не знаю кого, вот, стоит это 150 долларов, и вот эти вот, там это все на деревьях, мне показалось, что этаж 9 был, мне потом Рик сказал, такой 9, 4, 5, мне показался 9, и там, конечно, к деревьям приделаны, вот такие площадки, с дырочками, и ты стоишь на этой площадке, и думаешь, господи, сейчас она обвалится, но это вот у меня такие мысли были, что там стоит 6 человек, на этой площадочке, вокруг дерева, вот на такой высоте огромной, в общем, вот эта вот высота, она тебе не дает покоя, потому что, ну, не уверен ты как-то, вот во всем этом, это вот у меня так было, потом на один аттракцион, меня не пустили, я страшно оскорбилась, это по веревочной такой лестнице, нужно лезть тоже на 4 этаж, на дерево, потом там 2 натянутые, эти металлические такие проволоки, ну, как канадоходцы ходят, вот, одна повыше, другая пониже, вот так, вот ты вот по нижней идешь, а за эту руками вот так держишься, я тоже потом фотографию помещу, и потом становишься на такую платформу, как это, на прутьях тоже, она такая очень балансирует, на нее встаешь, и она тоже едет, и тебя привозят к месту назначения, вот, мне сказали, что якобы я не доползу до верха там, что это очень сложно, только для мужчины, только одну девочку пустили, ну, она вообще какая-то смелая была, лет 16, а остальные женщины всех сказали, идите, обходите, вот, и потом я так расстроилась, думаю, блин, я вообще самый кайф не получила, потом мне Рик сказал, хорошо, что я не пошла на это мероприятие, потому что для него это было вообще самое ужасное, он забрался все, но вот по этим канатам, когда идти, он говорит, это вообще такой баланс идет, тебя, говорит, колбасит туда-сюда, и получается, он еще от того, что высокий у него, вот, вторая вот эта вот полоса, которая вот так вот должен держаться, она у него где-то вот здесь была, и поэтому его мотала, и говорит, вообще очень-очень была страшная, такая высота, понятно, что все на страховках, но вот этот страх такой очень тяжелый, он ее так прошел, долго проходил вообще, там еще фотографируют, улыбайтесь, у него там такая улыбка, ужасная, сквозь, не знаю, ну короче говоря, когда это все закончилось, у меня руки вообще тряслись, ноги тряслись, потому что на каждом таком броске, мне все время казалось, что веревки порвутся, меня это не отпускало, ни в какой мере, и поэтому мне вот этот вот страх, или что я там все меня разворачивала, то спину, мне все казалось, сейчас меня эти инструкторы там не поймают, я там снесу все эти деревья, или улечу вниз в бездну, ну короче говоря, вот это вот и есть, конечно, вот страх такой, вот стоит, это 150 долларов, я по-моему сказала, и конечно там, когда это все закончилось, инструктора поблагодарили за доверие, потому что это все эти, все зиплайны, они только на доверие к инструкторам, что они вас подстрахуют, остановят где надо, там не знаю, скажут как спускаться, ну короче говоря, и там с такой высоты надо еще на веревке вот так вот спускаться, в общем, я совершенно никакой не скалолаз по своей натуре, и вот я еще такую вещь хотела сказать, опять сейчас длинное видео получится, ну ладно, это вообще адреналин, и вот есть категории людей, которые почувствовав вот такой адреналин, запах смерти даже, вот так вот скажем, они потом не могут от этого отойти, что ли, им потом постоянно нужно вот это чувствовать, я читала у моего любимого Паула Куэли книги, и вот он там четко тоже написал, что люди, которые постоянно ходят, допустим, там на войну воюют, они же постоянно соприкасаются вот со страхом смерти, и потом они уже, когда вот ты чувствуешь это, ты начинаешь переоценивать жизнь, ты смотришь на какие-то вещи совсем по-другому, то, что ты не ценил, ты начинаешь ценить, и потом как бы приходишь опять к нормальной жизни, и это все забывается, опять ты перестаешь какие-то ценности там для себя определять, и опять попав в такую ситуацию, ты опять, у тебя как бы сознание переворачивается, и ты опять как бы поглощаешь вот эту жизнь, такую прекрасную, совершенно с другими эмоциями, и вот это вот люди, которые на войну как бы ходят, ну вот армии у нас раньше контрактники, сейчас, наверное, есть периодически, и потом это начинает как потребность уже у людей расти, и так интересно, у меня тоже у племянницы муж, он альпинист, и каждый год ходит в горы, вот этим альпинизмом занимается, это же очень опасно, и вот он тоже сказал такую вещь интересную, что, вот он когда приезжает после этих поездок, то он тоже совершенно по-другому воспринимает жизнь, и для него это сейчас жизненная необходимость, он без этого не может жить, потому что он испытывает там вот именно вот такие, вот ты живешь, ты там что-то делаешь на грани жизни и смерти, и поэтому вот эти ощущения, как бы люди, которые познали, они видимо, кому-то они вот так приживаются, и человек как новый приходит обратно, ну вот там после того двух-трехнедельного, я не знаю, путешествия, и совершенно по-другому все воспринимается, но все знают тоже, господи, когда что-то случается, там я не знаю, аварии, еще что-то, что человек там, допустим, жив остался, то он, господи, слава богу, там на грани был жизни и смерти, вот, ну это конечно такие уже сильно, ну на такое не каждый способен, а вот такие искусственные нам делают адреналинчики, пощекотать нервишки, пощекотать нервишки, классно конечно, вот так что жду сейчас Six Facts, обязательно здесь поеду, у нас здесь рядом, это буквально полчаса на машине, вот сейчас будут школьные каникулы, конечно нужно ехать до того, как дети пойдут на каникулы, потому что очереди там очень большие, но эмоции просто незабываемые, но опять же это не все любят, вот у меня есть знакомых, но я не знаю, ну я да, еще наверное кто-то, остальные это терпеть не могут, так же как лыжи, эти водные горки, ну все, всем пока, всем хорошего настроения, пока-пока!